Шокирующие цифры. 40 детских площадок в Новом Уренгое считаются бесхозными, то есть никто за них не отвечает. Такие данные привели на круглом столе общественной палаты. И на таких игровых комплексах, как можно понять, не избежать детских травм. Как с этим бороться, решали общественники. И наш сюжет именно на эту тему. Ирина Левенец, мама двоих детей. Старшему 8, младшей 3 года. Любимое место отдыха детская площадка у памятника Высоцкому. Ирина по возможности старается не отпускать детей одних сюда. Эта площадка очень безопасна. А вот есть другие площадки, да, они там вроде высоко и никакого ограждения, ничего нет. Тем более у меня ребенок падал на этой площадке и ломал себе руку на этой же площадке. Что нужно делать, чтобы площадки были безопасными? То я не знаю, честно говоря. Сейчас такие дети активные, что ничего не сделать такого, чтобы они бегали безопасно. Она выглядит совершенно безопасной на самом деле. Вот совершенно безопасно. В июне на площадке Виадук малышу срезало подушечку пальца. С этого, можно сказать, все и началось. Но вначале немного предыстории. Два года назад в Новом Уренгое начала активно реализовываться программа «Комфортная городская среда». И вроде бы это хорошо. С каждым годом благодаря этому в газовой столице появляется все больше детских площадок. Но тут возникла другая проблема. И та проблематика, насколько я знаю, которая в сегодняшний день возникает при травме и так далее, это в основном складывается именно на общественных территориях. Потому что количество гривеных детских комплексов выросло в городе кратно. Мы знаем, что такая проблема на самом деле за все существование Виадукой, но как-то вот она не сильно была, но не настолько активна. В истории с травмой малыша на Виадуке точку поставил суд. Одним из ответчиков было признано Управление муниципального хозяйства. Оно совместно с подрядчиком по решению суда обязано выплатить 36 тысяч рублей матери ребенка. Общественная палата провела проверку детских площадок города. Результаты шокировали. На учете состоит 153 детских площадки. Из них 117 – это Новый Уренго. Все остальное – это район Лембияка и район Карача. Так вот, оказывается, 40 площадок у нас на сегодняшний день вообще не состоит на учете. То есть они в номинале есть, но их никто не эксплуатирует, никто не ремонтирует. И, естественно, никто там не убирает. Не дай бог сейчас вырвется и упадут дети. Потому что держаться тут не за что, а и качели на цепи. Вот это как раз один из примеров бесхозной детской площадки. Она находится у торгового центра «Вертолет». К нам в редакцию обратилась женщина, которая рассказала об опасных качелях. Департамент городского хозяйства долго выяснял с руководством торгового центра, кому же принадлежит эта площадка. В итоге, после того, как информацией заинтересовалась прокуратура, опасные качели починили. На этот раз обошлось без детских травм. Может быть, создать какую-то комиссию, которая бы проехала одномоментно, посмотрела и пришла к выводу, что вот эта площадка, ее можно отремонтировать и можно ею пользоваться с учетом того, что вокруг по территории у нас все без площадок. Либо мы принимаем решение все вместе и говорим, что нет, на сегодняшний день этой площадкой уже пользоваться просто нельзя, ее нужно ремонтировать. Проще всего запретить площадку, сказать, все, не действует, ушли, детям потом негде играть. Ну, есть такие элементы, которые вполне возможно еще использовать. И нельзя вот так просто подойти и сказать, нет, нельзя. Ну, надо действительно к каждой площадке относиться индивидуально. Губернатор автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов поставил перед всеми нами задачу безопасность, обеспечить безопасность детей на всей территории Молниенско-автономного округа. А такую же задачу поставил президент на всей территории Российской Федерации. На данный момент в новом Уренгое 70 детских площадок нуждаются в капитальном ремонте. По словам Игоря Косухина, на это необходимо около 300 миллионов рублей. Андрей Романов, Владимир Гайнзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.